Приветствую вас, мои дорогие! Всех с наступающим новым 2018 годом! Всем удачи и счастья! Вы попали на мой проект «Использовать по максимуму» и это финал проекта, который длился два месяца. Целых два месяца я использовала только исключительно выбранную мною косметику, что касается декоративной косметики. Также в этом проекте участвовали некоторые уходовые средства и сейчас мы посмотрим их прогресс. Что-то даже закончилось, чему я очень-очень рада. Я использовала вот такую «Слюпинь Пак» от «Этюд Хаус». Это ночная маска, которая кладется уже поверх всего ухода корейским методом на уже ваш ночной крем. Если бы не этот проект, друзья, я бы наверняка не использовала эту маску вообще. Этой маски у меня оставалось примерно половина, ну, может быть, чуть-чуть меньше. Сейчас, как вы видите, уже пустая баночка. Мне она очень понравилась. Здесь есть легкие кислоты. Она была немного липковатой, на ночь не очень подходила, она мне медленно шла. Поверх своего дневного ухода я начала ее использовать днем, и она у меня прекрасно ушла, естественно, в те дни, когда я никуда не выходила из дома. И следующее, что также полностью закончилось, вот такой «Лип Балм» от «Демини». С удовольствием использовала это средство до конца. У меня довольно сухие губы, поэтому я всегда использую такие средства. И какие средства придут на замену тем, которые сейчас закончились в этом проекте, я обязательно расскажу в своем новом видео «Косметичка месяца». Теперь у меня будет вот такой проект. Также в моем проекте я принимала участие в течение двух месяцев вот этот «Алоэ Вера» гель стопроцентный. Зарубочку вы видите, это то, с чего я начала. И, собственно, вот все, что у меня на данный момент осталось, и можно закреплять макияж. А также он прекрасно снимает раздражение. Я оставляю его для своего нового проекта использовать по максимуму. Буду использовать до конца. Две базы. Одна под макияж, и другая под тени. Это инкапсулированный витаминный комплекс «Ева Мозаик». Он слегка выравнивает тон кожи за счет вот этих вот капсулок, которые вы видите, которые расходятся и дают более ровный цвет лицу. Праймер был у меня практически полный. А сейчас его уже половина, я так посмотрела на свет. Думаю, что этим праймером я буду пользоваться исключительно летом. Так что он сейчас выходит из моего проекта, так как он хорош именно в качестве базы под минеральную пудру, которая лишь слегка выравнивает. Мне нравится, но зимой он бессмысленен, когда я кладу плотный тон. Польский производитель «Белл» тени из серии «Хипоаллергеник». Тени эти в номере 0.1. Я их немножко подлечила маслом, поэтому сейчас они очень хорошо держатся, они прекрасно наносятся, они не подчеркивают текстуру века, что мне очень-очень нравится. И когда я начинала, эти тени были абсолютно новые. Сейчас вы видите, в них отчетливая уже есть выемка. То есть я использую их каждый раз, когда делаю макияж. И далее они останутся в качестве базы под тени в моем проекте на следующий год. База «Люми Мажик Лореаль». Использовала ее вместе с тональным кремом «Эйвен», который ура-ура закончился у меня. Я этому очень-очень рада. Очень жидкий, поэтому очень быстро затекает. Его осталось тут буквально по стеночкам. Возможно, какое-то количество я еще смогу собрать вот этой палочкой. Этот тональный крем был прекрасен. Он был увлажняющий. Он не держится летом, однако зимой он великолепен. Особенно в сочетании вот с этой базой «Люми Мажик». Две отметочки. Использовала я ее немного, эту базу. В общем-то и не стояла такая задача. Так что тон будем считать законченным. Какое тональное средство придет ему на замену, я покажу вам в следующем своем видео. Использовать по максимуму. База остается в следующем проекте. Также в моем проекте были два консилера. Один от «Эльф» и один «Попфил Эйчзи». Верхняя часть этого консилера, в которой находился легкий такой кремовый хайлайтер, практически закончилась. А там уже просто осталось по стеночкам. Я уже вынула дозатор. И его я использовала в сочетании с тональным кремом. Просто смешивала на руке, наносила на лицо для дневного макияжа. Для того, чтобы было здоровое, красивое свечение кожи. К консилера осталось примерно половина. Начинала я с полной упаковки. Как вы видите, он очень кремовый, полупрозрачный. Хороший для тех, у кого сухая кожа под глазами. Его можно наслаивать. Поэтому я думаю, что он закончится у меня быстро. Если поднести его к лампе, то видно, что примерно половина уже использована. Хайлайтер можно считать законченным в этом проекте. А консилер остается на будущий год. Этим консилером-корректором мне как-то не очень удалось подружиться. Пока не могу понять, чем конкретно он мне не нравится. Вполне возможно, мне следует подобрать к нему какой-то ключик. Он довольно кремовый, но когда высыхает, становится прям таким бархатным. Может быть, к такому финишу я не привыкла. Не знаю. Буду думать, что с ним делать. Возможно, он останется. Возможно, нет. Об этом вы узнаете в следующем видео. Также в моем проекте был вот такой продукт от Эльфс. С одной стороны это плампер, который увеличивает губы. И с другой праймер. Можно этот продукт использовать тремя вариантами. Как базу под тени, как базу под губную помаду и как корректор. В качестве базы под тени и в качестве базы под губную помаду для меня он суховат. Плампер я использую активно. Сейчас уже его осталось ровно половина от того, что было. Плампер этот дает такое ощущение прилива крови к губам за счет того, что в нем содержится корица. Приятный аромат. Мне корица очень нравится. Так что да, я использую его с удовольствием и буду использовать на следующий год. Целых три продукта, которые у меня получились из метеоритов Герлен. Старая линейка, одна из первых. И румян Иван. Корректирующие шарики я вынула из метеоритов и положила вот в такую баночку. Дает такое прозрачное покрытие. И в качестве фиксирующей такой пудры я уже их использую. Было у меня их в два раза больше. Очень странно, но почему-то быстрее израсходовались. Зеленые. Остались, видите, белые и сиреневые. Возможно, потому что они менее спрессованы. Именно зеленые шарики. Это все из метеоритов. Конечно же, я буду использовать их до конца. Они будут в моем проекте на следующий год. Ну и, собственно, сами метеориты. Практически все розовые шарики я отсюда вынула. Вот как-то еще один затесался. Видите, переложила в румяна от Avon. Такие же в шариках. И таким образом у меня получилась пудра. Ее можно использовать, в принципе, как финальную пудру, финишинг, да, но она имеет вот такой желтый подтон, поэтому я использую ее только на периферию лица. Иногда ей даже можно воспользоваться как бронзером, если стараться набрать вот именно темные вот эти вот коричневые шоколадные шарики. Герлен, какая-то просто вечная пудра. Буду ее с удовольствием дальше использовать. И румяна, как вы видите, имеет очень красивый такой ягодный подтон. Также я добавляю их в складочку века, и можно их использовать как тени. В общем, очень красивый цвет. Два месяца назад, когда я начала только использовать этот продукт, все шарики лежали на плотной такой подушке из порошка. То есть это были раздавленные шарики. Сейчас, как вы видите, его почти нет. Но это значит, что теперь я буду постепенно-постепенно израсходовать сами шарики, и они будут немножечко двигаться все-таки, хоть как-то. Большого прогресса по этим продуктам я и не ожидала. Они остаются в моем проекте и дальше. Теперь мой бронзер от Эвелайна. Это Гламдак номер 57. Вот все, что от него осталось. У него, как вы видите, очень хороший расход. Он у меня раскалывался, мне пришлось его спрессовать. Я смешала его с перламутровой пудрой, которая шла здесь второй половинкой. Приобрел, как вы видите, такой перламутровый, очень красивый оттенок, который дает на коже такую холеность, очень приятное освещение. И поэтому я с удовольствием его очень быстро использовала. У меня его осталось ненадолго. Я уже знаю, чем его заменить, но об этом в следующем видео. И этот бронзер остается в моем проекте и дальше на следующий год. В качестве скульптора я использовала тени Демини номер 714. Это очень правильный серо-коричневый, как вы видите, оттенок. Он прекрасно растушевывается. Тени не имеют блеска. Также эти тени можно использовать в складочках века. Когда я начинала их использовать два с половиной месяца назад, они были абсолютно новые. Ну и сейчас, как вы видите, в них уже образовалась такая вот ямочка небольшая, чему я очень рада. В них почти 5 грамм. И все-таки это хороший расход для такого большого, я считаю, продукта. Далее в качестве скульптора они также остаются в моем проекте. Следующие тени вы много раз про них спрашивали. Это Rose Tentation 34. Pastel Lumiere серия называется от Bourjois. И несколько вариантов макияжа вы уже могли наблюдать в моих видео. Как вы видите, ямка стала значительно больше. Когда я начинала, она только-только намечалась. Может быть, 1 четвертая часть сейчас уже использована. Как вы видите, они дают очень приятный розово-золотой перелив. В принципе, они могут использоваться даже как тинт на губы, на какую-то помаду накладываться. Также как хайлайтер, как румяна. В общем, всеми возможными способами. Также как основной цвет на подвижное веко. Я их наносила и в складочку. В общем, цвет красивый. Сейчас они со всей моей коллекции сухих теней однушек отправляются на ваше голосование. Возможно, вы снова выберете их в мой проект. Не знаю. У меня следующие тени однушки в номере 19. Все стерлось. Это тени от Essence. Брала я их в проект, когда они были новые. Сейчас уже дырочка и чему я очень-очень рада. Честно говоря, я думала, что они просто нескончаемые. Это тоже многофункциональный продукт. Использую как тени и как хайлайтер. В принципе, я думаю, что пока новый хайлайтер, наверное, я брать не буду. Возможно, этот продукт также останется в моем проекте на следующий год. Во второй части будет также много интересных продуктов и также хороший прогресс. Спасибо большое, что вы были со мной. Я всегда благодарна за ваши комментарии. Поддерживайте меня, пожалуйста, пальчиком вверх. Подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписался. Обязательно жмите колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Я желаю вам удачи и будьте благодарны за все, что имеете. Пока!